У распылителя тоже есть износ, причем износ двухфакторный. Износ налет и износ абразивный. Абразивный это расширение просто из-за того, что твердые частицы, которые все равно присутствуют в любом растворе, хоть даже как-то его не чистят, все равно твердые частицы будут. Естественно, будет расширение этой щели. А налет, вы знаете дома тоже, что в чайнике и кастрюле есть налет. Но это при большой температуре, а здесь из-за того, что химия, кремниевая кислота обязательно дает налет. И этот налет ничем не удалишь. Если только берешь ножички и начинаешь удалять, то ты испортишь распылитель. Нельзя. Форсунки или распылители, они изготавливаются из разных материалов. Есть пластиковый, в основном полиоксиометилен, твердый такой пластик, который износостойкий, химстойкий, атмосферостойкий, прочный, отличный материал. А есть форсунки с керамической вставкой, для того, чтобы не было абразивного износа. Керамика очень хорошо противостоит такой же керамике, которая через нее проходит. Но она не противостоит налету. Точно такой же налет, как на пластиковый, точно такой же налет и на керамической форсунке. Хоть разница в цене, в 3, в 4, то есть в 5 раз больше у керамической форсунки перед обычными пластиками. Поэтому спастись от истощения ресурса работы этого распылителя не удастся. Она не настолько эффективна, в смысле цена-качество. Заплатишь больше, но все равно износ у распылителя есть, он не вечный. Большие хозяйства меняют раз в год. Очень дорогостоящие форсунки, потому что они очень большие площади обрабатывают. У них опрыскиватель работает постоянно. 8 опрыскивателей на одном поле в течение сезона делает. И поэтому форсунки раз в год меняют. Мелкие фермеры, ну раз в 5 лет. Для того, чтобы проконтролировать вылив, есть кружки. Вон она, кружечка. Вот. Если надо проконтролировать, вообще-то надо контролировать все форсунки, естественно. Вот он вставит под одну форсунку. Здесь есть шкала, по которой он при таком-то давлении за полминуты, она должна набрать вот столько-то. Он смотрит. А, здесь уже набирает на 20% больше, чем по расчету. Значит, она уже негодная. Допускается 10% износ. Хотя и это тоже нехорошо. 10% это... Ну, допускается. По стандартам допускается. Есть фирмы, которые действительно себя ценят очень высоко. Фирма Банжо, фирма Тиджет американская. Они очень дорогие запчасти производят. Есть и удобство в их использовании. Но в основном... Вот есть фирма Арак итальянская, которая покрывает практически все потребности в запасных частях для опрыскивателя. Единственное, что сейчас, конечно, вот конкретный момент, трудности логистические, трудности в оплате, которые нам создали санкции. Ну, все равно фирмы возят разными способами. Через... Не напрямую, через какие-то другие страны. Но вся эта продукция... Вот у нас вот эта фирма Арак стоит, пожалуйста. Вот это тоже фирма Арак. Распылители. Самые разные Тиджеты, Арак, и... И Хайпро, и... Труднее всего сейчас с польскими, потому что очень много польских опрыскивателей у фермеров навесных, маленьких опрыскивателей. Но сейчас с ними очень плохо с запчастями. Ну, значит... Но, в принципе, форсунки, это же такой универсальный продукт, да? Да. Вот форсунки, форсунки, да, форсунки. Все форсунки, они друг друга меняют. Можно взять форсунку одного производителя, потом такую же форсунку, которая выглядит по-другому. Но ты знаешь, что она по каталогу, что она дает факел вот такой же, каплю вот такую же. Вот. Значит, можно применять ее. Ничего страшного. Спасибо.